На сцену вместе со своими воспитанниками поднялись 13 педагогов детских садов. С приветственным словом представителям самой ответственной профессии выступил депутат Московской областной думы, герой России Лариса Лазутина. Смотришь на наших детей, действительно умиляешься им, поражаешься их, их уже смелости, их настырности, их доверчивости. Наверное, самым таким земным качеством, которое только, наверное, подвержены наши дети, которым истина, истина в их глазах. Я очень рада тому, что сегодня присутствует здесь уже у нас 13 участников, но вот сейчас мы разговариваем с Людмилой Степаной, у нас 60 детских садов. И очень хочется, наши дорогие заведующие, чтобы все наши муниципальные сады участвовали в этом конкурсе. Лариса Евгеньевна поздравилась с юбилеем начальника управления образования Леонида Егорова. В свою очередь, педагог с 48-летним стажем. Вспомнил свою учительскую молодость. Самые приятные воспоминания всегда остаются, когда ты работаешь с малышами, с первочками. Это особое состояние нас, людей, в этом возрасте, еще ты не взрослый. И вот то, что детки делали здесь, уже старшие ребята, там, 7-й, 9-й класс, они уже стремятся быть большими. А эти находятся в каком-то мире. После приятных и торжественных слов воспитатели наградили за активное участие в жизни района. Дальше началась сказка. По легенде, злобная снежная королева похитила Олимпийский огонь. Вернуть праздник всему миру должны зайчик, леопард и мишка. В этом им помогают финалистки конкурса. Для педагога с 18-летним стажем конкурс – еще одна возможность самоусовершенствоваться. Да и обмен опытом получается очень плодотворный. Самоанализ моей педагогической деятельности, как новый рывок для новых творческих идей. Каких-то новых… Я много узнала на этом конкурсе от девочек, которые тоже участвовали на мастер-классе. Усилиями всех воспитателей огонь вернули талисманам Игорь. Он добрался до места назначения, а педагоги вернулись к детям. Ростая магия, шеф Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.